всем привет дорогие друзья меня зовут анастасия и я живу в алании в турции со многими из вас мы уже знакомы а те кто новый добро пожаловать на канал и присоединяйтесь к нашей дружной компании на моем канале очень много интересных видео о жизни и отдыхе в турции и сегодня мы поговорим с вами на одну очень животрепещущую можно так сказать и важную тему для всех это тема посещения фермерских рынков в алании да да именно тех рынков где продают фрукты и овощи так вот в этом видео я поделюсь с вами своими советами и наблюдениями как ходить на рынке когда какие деньги с собой брать и самое главное можно ли на этих рынках торговаться но сейчас мы находимся на балконе нашего дома сегодня у нас воскресенье начало февраля погода казалось бы очень теплая потому что светит солнце а на самом деле прохладно поэтому друзья если вы хотите узнать всю самую главную информацию о погоде в алании о том как забронировать отель дешевый билет на самолет или купить тур смотрите в описании к моим всем видео и конечно же тема видео у нас сегодня рынке и все все рынки есть также ссылка на все рынки на карты есть в описании к этому видео поэтому давайте скорее же пойдем на рынок и узнаем как дешевле лучше а самое главное как покупать самые вкусные фрукты и овощи а а а а а Первый и самый главный вопрос задают многие из вас. Это то, где в Алане можно купить фрукты, овощи, сыр, масло. Ну, в общем, какие-то продукты. Конечно же, первое место и самое важное, где вы можете купить все фрукты и овощи, это рынок, продуктовые рынки. Постоянного продуктового рынка в Алане нет. Каждый день рынок переезжает в разные районы. И когда в вашем районе нет рынка, вы можете купить фрукты и овощи, как в магазине, в таких сетевых магазинах, как, например, шок. Здесь есть все основные фрукты и овощи. Есть капуста, яблоки, апельсины, картофель, бананы. В общем, все, что вам необходимо. И второе место, где вы можете купить фрукты и овощи, это, конечно же, овощной магазин. Такие овощные магазины есть также практически на каждой улице. Поэтому, если вам необходимы фрукты и овощи, но нет рядом рынка, приходите либо в сетевой магазин, либо в овощной магазин. Сейчас мы с вами зайдем в один из овощных магазинов. Как я уже сказала, в таких магазинах, когда нет рядом рынка, вы можете купить все необходимые фрукты и овощи, бананы, апельсины, капусту, все, что угодно. И даже какие-то, ну, необычные фрукты и овощи. Например, смотрите, что я здесь нашла. Очень красивые цветы. Кстати, эти цветы очень вкусно пахнут, поэтому в таких небольших магазинах... Нергис. По-турецки называются нергис. И в таких небольших магазинчиках вы можете купить как расфасованные фрукты и овощи, так и на развес. И здесь, как вы видите, есть абсолютно все. В таких магазинах фрукты и овощи обычно очень хорошего качества. Может быть, цены чуть выше, чем на рынке, но, например, когда нет рынка рядом с нашим домом, мы всегда-всегда покупаем фрукты и овощи в таких магазинах. Вот смотрите, например, один из необычных овощей – это вот такой вот кабачок. Поэтому обязательно обращайте внимание на что-то необычное и пробуйте. Ну, конечно же, здесь есть лимоны, все-все фрукты и овощи сезонные вы всегда сможете найти именно вот в таком вот магазине. Поэтому заходите, пробуйте, покупайте, присматривайтесь к ценам. Ну и, конечно же, кушайте все самое свежее и вкусное. Ну и, конечно же, друзья, для того, чтобы что-то купить на рынке, нужно знать, где рынок находится. А рынки в Алании, как я уже говорила, нет постоянного рынка и рынки каждый день переезжают на разные места. В каких-то местах, например, в Махмутваре рынок есть два раза – в субботу и во вторник. В Алании, например, рынки совершенно в разных районах есть и в пятницу, и в понедельник, и в четверг. И сейчас мы с вами находимся на воскресном рынке, который расположен в районе Хаджет. Поэтому для того, чтобы узнать, какой рынок к вам расположен ближе или, если вы приезжаете в отпуск и хотите узнать, есть ли рядом с вашим отелем рынок, обязательно заходите в описании к этому видео. Я для вас подготовила список всех рынков по дням и по местам, где они находятся. Поэтому смотрите на карту и думайте, на какой рынок вам было бы удобнее ходить в зависимости от вашего местонахождения. Поэтому сейчас, как я уже сказала, мы находимся на воскресном рынке. Рынок этот находится… Каждое воскресенье сюда приезжает этот рынок и находится он в районе Хаджет. Давайте сейчас с вами пройдем на рынок и я поделюсь с вами самыми главными советами. Первый и самый главный совет, который я могу вам дать, когда вы приходите на рынок, Самое главное – это прежде чем делать какие-то покупки, обязательно пройдите по рынку, приценитесь, посмотрите, какие товары вам нравятся, ну и, конечно же, сравните цены на тот или иной товар. И после этого, обойдя рынок и приценившись, посмотрев и цены, и качество, и наличие какого-то товара, вы уже можете свободно делать покупки. Давайте же посмотрим, какие цены в феврале месяце 20-го года на воскресном рынке. Морковь стоит 2,5 лиры, салат или китайская капуста – 3-4 лиры, также здесь есть редис, конечно же, цветная капуста, и все сезонные фрукты и овощи. Из сезонных фруктов на рынке есть апельсины – 2,50 лиры, куруши, конечно же, айва – 4 лиры, ее можно использовать как для приготовления десертов, так и мяса, и, конечно же, яблоки. Цена на яблоки – около 4 лиры. Огурцы стоят 5 лиры и помидоры также 5 лиры. Картофель килограмм – 2,50 лиры, куруши, 3 лиры – лук, и большое-большое количество апельсин и мандарин. 2,50 лиры – и мандарины по 2 лиры. Большое количество перца, помидоры. Цена на помидоры – 4-5 лиры. И, конечно же, всегда вам показывают эти вот интересные помидоры. Это деревенские помидоры, тоже стоят 5 лиры. Орхан их особенно любит. Всегда на рынке есть бананы. Бананы стоят 7 лир. Аламийские местные. Аламийские местные наши бананы. И, конечно же, есть клубника из самого-самого вкусного. Очень много зелени. Вот такие вот интересные маленькие авокадо. Штука 1,5 лиры. И они на самом деле очень-очень маленькие. Это особый какой-то сорт. Если берете килограмм, то стоит 20-20 лир. И есть еще вот такие вот авокадо без косточек. Такие я вижу первый раз. Один из тоже очень важных пунктов в походе на рынок. Когда вы приходите на рынок, обязательно всегда пробуйте что-то новое. И, друзья, живя в Алании уже 10 лет, я обнаружила сегодня очень интересные сорта авокадо. Например, вот такой вот авокадо. Продавец сказал, что эти авокадо очень вкусные. Стоят 1,5 лиры штука или килограмм 20 лир. И я думаю, что многие из вас не видели вот такие вот авокадо. Это авокадо без косточек. Они похожи на огурец. Но это местные аланийские авокадо. Я никогда не ела. Обязательно напишите в комментариях, если вы кушали. И знаете, что самое-самое вкусное здесь? Это кумкват. Кумкват – это вот такой вот небольшой фрукт. Он похож на апельсин. По вкусу напоминает апельсин. Он немного кислее апельсина. Его едят с корочкой. Очень-очень полезный. В день вы можете съесть его 3 штучки. И витамина С. Вам будет достаточно. Дневная норма витамина С. Но помимо этого, многие из вас знают, что в Алайне растут очень много тропических фруктов. И, например, помимо основных видов авокадо с косточками, здесь есть еще и тропические фрукты. Это так называемый фрукт-звезда. В общем, на рынке очень-очень много всего интересного. И я вам советую, если вы увидите что-то, что вы еще не пробовали, обязательно покупайте, пробуйте и экспериментируйте. Обычно с вопросом по поводу цен, вопросы по поводу цен на рынке не возникают, потому что у всех продавцов на рынках есть цены. Но если вам понравился какой-то продукт, например, очень много местных небольших фермеров, бабулечек, дедулечек, которые продают различные фрукты и овощи, и у них нет цен, тогда у них вы можете просто спросить цены, чтобы потом не возникло каких-то вопросов. Но обычно у всех продавцов или у тех, кто торгует на рынке, у них у всех есть ценники. И в соответствии с этими ценниками, с количеством килограмм, вы, конечно же, заплатите за вашу покупку. Немаловажный совет – это совет по поводу того, какие деньги с собой иметь. Конечно же, необходимо иметь с собой лиры и, желательно, купюры небольшого номинала, монеты, купюры по 5, 10, 20 лир и так далее. Но, например, со 100 лир вам также смогут дать сдачу. Поэтому, когда вы идете на рынок, обязательно берите с собой непосредственно лиры. Никакая другая валюта на рынке не действует и ни за какую другую валюту ничего купить вы не сможете. Если вам нравится какой-то товар на вид, обычно это касается персиков, нектарин или винограда или каких-то других фруктов, то обязательно пробуйте их. Продавцы всегда рады тому, чтобы вы у них что-то попробовали. Это касается и яблок, и дынь, и арбузов и так далее. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу вкуса, обязательно пробуйте, попросите у продавца. Я думаю, что вам никто в этом также не откажет. Но, зато вы будете уверены в том, что вы купили не только красивую, но и очень вкусный товар, фрукт или какой-то овощ. Тогда лучше ходить на рынок утром, днем или вечером. Друзья, все, конечно же, зависит от времени года. И я думаю, что я просто вам расскажу о том, как мы ходим на рынок. Мы ходим на рынок в совершенно разное время суток. Например, летом я люблю ходить на рынок рано, потому что летом очень жарко. И к вечеру многие фрукты и овощи теряют свой вид, и они становятся уже не такими красивыми. И, скажем так, из-за жары, вы сами понимаете, что клубника, она немножко начинает сочиться и так далее. Поэтому летом мы стараемся ходить на рынок утром, ну или днем до 4 часов. А зимой мы ходим на рынок совершенно в любое время года. И вы также можете выбрать, когда вы находитесь в Аланье, когда вы приезжаете сюда как турист или здесь живете, попробуйте сходить на рынок в разное время суток. И вы сами поймете, когда вам нравится ходить на рынок, какая температура вас устраивает, если это, например, лето или зима. Ну и, конечно же, в какое время суток вам больше нравятся цены и качество товара. Поэтому я считаю, что время похода на рынок – это очень субъективно. Хотя многие говорят о том, что если ты пойдешь вечером, то цены будут дешевле. На самом деле цены не намного дешевле, а выбор времени похода на рынок также зависит от вас. Попробуйте разное время, и тогда вы уже будете знать, что вам подходит больше всего. Также один из самых популярных вопросов, которые вы мне всегда задаете – можно ли торговаться на рынке? Друзья, по этому поводу есть разные мнения. Как я вам уже сказала, есть разные мнения по поводу того, когда цены на рынке. Например, многие считают, что утром цены дороже, вечером цены дешевле и так далее. Но это ненамного, и скидки делают несущественные. Поэтому, что касается торговли. Если вы покупаете какой-то единичный товар, килограмм два или три, я считаю, что… Ну вот я лично на рынке никогда не торгуюсь, потому что на рынке есть несколько видов продавцов. Это продавцы крупные, которые покупают товар на овощной базе и продают здесь. Но в основном это мелкие торговцы и очень мелкие торговцы, местные фермеры. Например, как вот этот вот яичка, который выращивает овощи, фрукты и продает здесь. Поэтому я считаю, что торговаться, ну, это не то чтобы неприлично, но это неуважительно к труду этих людей. И зелень, фрукты и овощи стоят не так уж и дорого, чтобы торговаться за одну лиру или даже 50 кружек. Но если вы, например, покупаете что-то в очень крупном размере, например, летом мы покупаем очень много клубники или черешни, просто килограммами по 10, 15, 20 килограмм ящики, тогда в этом случае, конечно же, можно поторговаться. Но то, что касается единичных покупок 1,2 килограмма, я считаю, что торговаться не нужно из-за уважения к этим людям. Ну и, как я уже сказала, фрукты и овощи стоят достаточно дешево, поэтому 1 лира или 50 кружек не сыграют никакой роли для вас. А для человека, который занимается этим каждый день, вкладывает в этот труд, проживает в деревне, где не так много способов заработать, для него это большой вклад. Еще одним из популярных вопросов является вопрос по поводу того, что, а если я купил какой-то товар, ну, в нашем случае сейчас это фрукты или овощи, и они были не очень хорошего качества, где-то подгнившие, несвежие и так далее, обязательно обращайте внимание на то, что есть два варианта совершения покупок. Это, когда вы выбираете сами, например, яблоки, груши, капусту, картофель, ну, в принципе, все, что можно выбрать. Или, например, такие ягоды, как клубника, черешня и так далее. Для того, чтобы не было никаких вопросов после совершения покупки, обязательно присмотритесь к товару. Присмотритесь к тому, как продавец накладывает, например, клубнику, откуда он ее берет. Обратите внимание непосредственно на то место, откуда он ее накладывает. Если вы увидите, что клубника сухая, чистая, свежая, то берите. Если вы увидите, что она где-то подтекла, уже начала гнить, тогда делайте вывод сами, потому что этот товар может быть дешевле, и тогда вы соглашаетесь на то, что он уже не очень хорошего качества. Либо, если товар хорошего качества, смело берите, и у вас не возникнет никаких вопросов. Но, если возникли какие-то ситуации на рынке, которые были несправедливы, как вы считаете, по отношению к вам, всегда есть телефон муниципалитета, куда вы можете написать и объяснить свою проблему. Этот телефон я также оставлю в описании к этому видео. Обязательно запишите его, и по WhatsApp вы можете написать муниципалитет, прислать все фотографии и описать ваши проблемы. Поэтому всегда будьте внимательны, и тогда никаких проблем по поводу совершения покупок, в процессе совершения покупок у вас точно не возникнет. В следующий раз в следующий раз в следующий раз в изданиях с пищем. груколи, лавана, нахвите, пачки, второй раз в следующий раз в следующий раз. Весеный обувь, нор, львы, мальчик, львы, картофель, львы. Малышний обувь. Весеный окультар, ульянов. Короче говоря, вы с помощью мороза, львы и львы. Обе влажную барабан. Дальше с сочетанием, дорожной свежей. Все хорошо влюбленные окулты. У меня только что Вальхан рассказал вам о зимних и летних фруктах и овощах, так называемых сезонных фруктах и овощах. Конечно же зимой не так много фруктов и не так много овощей, которые именно свежие зимой, которые прям с грядки попадают на рынок. Например, зимой кабачки, баклажаны, помидоры и огурцы – это не сезонные овощи. Поэтому зимой они не очень вкусные. А, например, летом или уже даже весной они очень вкусные и свежие. Ну и, конечно же, если говорить о сезонных фруктах, то летом это бесконечное множество абрикосов, апельсин, клубники, в общем, всего-всего. Зимой их не так много. Основные бананы, клубника и зимние апельсины, мандарины, яблоки, айва и бананы. Поэтому, друзья, обращайте внимание на сезон, когда вы приезжаете. И чтобы вкус и качество фруктов и овощей вас не разочаровано, также обязательно изучите этот вопрос, потому что это очень важно. И от этого будут зависеть ваши впечатления об Алане и о тех вкусностях, которые здесь есть. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам наши советы и наблюдения были полезны. Обязательно приезжайте в Аланию, обязательно ходите на рынки, обязательно пробуйте новые фрукты и овощи, например, такие как гранаты. Гранаты у нас растут в Гази-Паше, и сейчас тоже сезон гранат. Ну, сезон гранат начинается в декабре, сейчас они уже отходят, но зимой, например, можно кушать вкусные и сочные гранаты. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте заходить в социальные сети, ссылки на которые есть в описании к этому видео. Заходите на наш Facebook, там каждый день много новых фотографий прямых эфиров и заланий. Ну и, конечно же, если вам интересны дешевые гостиницы, билеты и туры в Турцию и в другие страны и города, заходите по ссылкам в описании к этому видео. Я со всеми прощаюсь, надеюсь, вам было полезно, и увидимся с вами в солнечной Алании. Всем всего хорошего, пока-пока! А сейчас, друзья, мы находимся с вами на пляже Клеопатры, и посмотрите, какая у нас здесь красота даже в феврале. Закаты на пляже Клеопатры просто потрясающие. Ну, а море, этот звук, запах и краски, это просто невероятно. Наслаждайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok